Бензобак от лодки, доска, и сверху здесь будет стоять кабелька, который будет записывать меня в панель. Гениально! И вы увидите, как оно получится вместе со мной. Друзья мои, всем привет! Остался канал Истикей. И сегодня 24 декабря, новогодние праздники, с Новым годом вас и Рождеством. А для нас это время для очередного проекта, потому что мы никуда не едем в эти выходные. Мы остаемся в Отталии, потому что, ну, вирус, сами понимаете. Поэтому есть время немножко заняться домом. Конечно же, как всегда, чтобы сэкономить побольше денег, мы все будем делать сами. И, в принципе, практически все, что мы будем делать, мы будем делать, как всегда, первый раз. Ну, это, вы понимаете, на моем канале это нормальное явление. Что же мы будем делать? Мы будем красить стены, красить потолок, класть плитку на пол, класть теплый пол электрический на пол. Мы будем менять электрику, мы будем здесь все менять. Мы будем менять столешницу, раковину, красить вот этот вот, по-русски, шкафчик. Так что, если вам это нравится, пишите комментарии, смотрите видео, ставьте лайк. Ну, а мы займемся разбором. Ну, что, как вы видите, мы сняли столешницу, сняли все дверцы, сняли шкафчик, сняли унитаз даже. И в следующем этапе мы будем двигать шкафчик. Я не знаю, у кого была такая идея, но, как вы видите, шкафчик здесь не до конца, куда надо, стоит. И мне хочется, на самом деле, его двинуть буквально вот столько, чтобы он стоял, ну, вровень, да, с этим углом. И здесь вот из окна он не вырезал, да, из окна. Там у нас сделана электрика для ванны, потому что она массажная. И этот же провод в другую фазу, я сюда привел две фазы. Одна из фаз пойдет вот сюда, там будет термостат для теплого электрического пола. Значит, теплый пол необходимо тестировать, да, электрический, электрический кабель. Мы купили самый дешевый теплый пол в стране от Амазона, 100 долларов за 40 футов квадратных. Вот, 30, 30 он должен быть сопротивлением. Соответственно, сейчас я возьму тестер, оттестирую до расставки я развернул его. Потом, как я его положил, опять протестировал. Потом, когда мы покрыли плиткой, третий раз протестировал, тест каждый должен быть снят на фотографии. Сейчас я это и займусь. А, давайте покажу, как выглядит пол. Вот так. Использовал я теплый клей и закрепил там, где вот я кабель снял с мата, да, чтобы как-то получше все это уложить. Вырезал, конечно же, я углубление для толстой части кабеля. Кабель приложил, протянул, протестировал. После прокладки опять протестировал, чтобы все нормально, 30. Вот, так что все хорошо. Начал я примерять плитку. Читаю, какое нужно расстояние. Так, чтобы целая плитка оказалась напротив входа, да, чтобы вступать первый раз всегда на целую плитку. Возникла маленькая проблема, то, что я и боялся. На самом деле случилась неприятность. Я купил не тот клей плиточный, не ту смесь, которая не очень хорошо подходит для укладки плитки на старый линолеум. И которая не очень подходит для плитки размера 12-12, а больше для плитки 8. Короче, я купил дешевый микс без большого количества клея внутри, по сути, да, как говорится. Поэтому клей нужно добавить. Клей не купил, когда я буду смешивать, все это делал. И того, чего я боялся, случилось. Магазин закрыт, пандемия. Опять у нас везде локдаун, все закрыто. Я сделал заказ онлайн. Возможно, завтра или после завтра он только будет готов. Так, ну я особо много не записываю, потому что мы, собственно, кладем плитку. Два дня я ее резал, два своих рабочих дня. Решил сначала все нарезать здесь везде, а потом класть. И на самом деле нарезка была, куча проблем. Плитка очень толстая и машинку, которую мы купили для нарезки плитки, она ее не режет нормально. Пришлось пилить болгаркой, болгаркой пилить долго. Короче, кучу-кучу проблем. Очень грязная работа. Но это еще пол билет. Вторая половина билет, конечно, ее класть. Вот мы сейчас начали ее класть сюда. Кладем ее уже, не знаю, часа три. Вот этот кусок. Четыре, наверное. Проблемы. Прям проблема на проблеме. Сначала была проблема с миксовкой. Мы не можем понять, я не могу сначала разобраться с пропорцией. Сейчас разобрались с пропорцией, стало более-менее ничего. Хотя там вот написано, получается, очень сухая смесь. Как будто она прям вообще-то, ну сухая очень. Сейчас делаем пожиже, вроде ничего. Вторая проблема, ну, конечно, из-за того, что у нас теплый пол. И там, где нет пола, там перепад красоты. Нужно туда много класть. Ну, купили два мешка, которые, технически, должны покрыть 200 квадратных футов. У нас ванна 70. И нам все равно не хватит, нам нужно еще два мешка. Просто потому, что из-за пола я кладу очень-очень толстый слой. Потому что нужно покрыть пол, а потом покрыть сверху, положить уже плитку. Поэтому давайте поражу. Вот так это выглядит. О, покрываем. И дальше идет плитка, да? Проблема, конечно же, и то, чтобы между плитками было чисто. И чтобы уголки все были ровно. В принципе, оно получается, но тяжело. Тяжело физически, спина у меня уже отваливается. Так, сегодня 1 января. Новый. Нового 2021 года. И я хожу по нашей новой плитке. Первый раз. Ощущения волшебные. У нас заняло все это дело 5 дней. По сути, весь отпуск мы делали плитку. Как это получилось? Мы 2 дня ее резали. 2 дня ее клали. Мы закончили 30 декабря. В 8 вечера ее класть. И еще мы день делали теплый пол. Укладывал я. Вот. И вот результат. Давайте я покажу поближе. И она еще не закончена. Спустя 5 долгих дней. Нам все еще нужно здесь затирать. Сейчас мы начнем затирать все это дело. Туда. Затирочку. И только потом мы сможем сказать, что она закончена. И мне нужно будет подключать электрику. Для теплого пола. Работы еще куча. Я думал, что мы продвинемся гораздо дальше. Но просто нереальное количество дней. Я не думаю, что это стоит делать опять. Вот честно. Посмотрим, конечно. Итак. Какой у нас здесь прогресс? Мы положили так называемый грудь. То есть за... Ну, за грудь. За шпаклевали плитку. Блин. Ну, вот заполнили все вот эти вот прорехи. Белый. Мне не нравится. Белый. Нужно было брать серый. Мне почему-то казалось, что плитка у нас белая. Она на самом деле сероватая. Поэтому все это жутко выделяется. Мне не нравится. Ну, вообще похоже. Это будет слоган этого проекта. Мне не нравится. Что-то дальше. Заделываем гипсокартон. Заделываем гипсокартон вокруг ванны. Мне пришлось передвинуть немножко ванну назад. Переделать полностью и раму. За это, наверное, ушло последние пару дней. Мы все-таки решили передвинуть этот кран. Вот этот кран. Как видите, он не по центру. И это, в принципе, было удобно, потому что ванна может осесть вдвоем. Но вот так и так. И кран не мешает. Потому что ванна гигантская. Ванна 2 метра. На самом деле я в нее влезаю целиком. И даже больше, чем мне надо. То есть я с ней вниз съезжаю до конца. Потому что здесь... Но она гигантская. Хоть она и старая, она потертая, она поцарапанная. Она нам не нравится. Но заменять ее просто сейчас нет денег. Потому что это стоить будет тысячи три. А бюджет всего проекта у нас полторы. Из-за того, что я двинул раму, у нас теперь вот такая образовалась фигня. Плитка не касается до конца. Ужасно выглядит. Но я не ожидал, что придется двигать, если честно, ванну. Короче, беда. Мне не нравится. Третий раз. С краном. Мне не нравится, что он стоит так. И мы решили такие его двинуть на середину. Это от оригинальной ванны остался кран в таком положении. Там остается зазор. Просто потому что патрубки отсюда упираются. И невозможно двинуть ванну дальше. Если бы ванну, конечно, вынуть, переделать раму и сзади тоже. Можно было ванну двинуть вплотную. Но ванну вынуть нереально. Потому что когда мы засовывали, мы даже стену поцарапали. Потому что мы засовывали вертикально вот так. И я больше сказал, что не хочу этим заниматься. Все. Она будет стоять, как она стоит. Но кран мы передвинем. Чтобы передвинуть кран, как видите, нужно будет отрезать балку в стене. Поэтому я буду вырезать гипсокартон. Вот так вот. Переносить все это. Делать новую сантехнику. И все это будет по центру. Срезать балку, укреплять стену. Короче, много еще труда здесь. Начали мы подшпаклевывать гипсокартон по чуть-чуть. Ну, в принципе, движется. Движется гораздо медленнее, чем я ожидал. Просто потому что мы вышли на работу. И вместо того, чтобы заниматься плиткой, как я уже говорил, два дня, три дня, мы занимались с ним, ей шесть дней. Просто, по сути, все рождественские каникулы мы занимались плиткой. Это было тяжело. И это входит в список того, что я больше никогда не буду делать сам. Плитка. Плитка идет сразу после шпаклевки. Я не делаю сам шпаклевку гипсокартона. Делать жена, либо мы занимаем человека. Здесь объем небольшой, но хочется сделать аккуратно. Поэтому, возможно, мы нанимем человека. Так, следующая часть нашей работы – это подключить теплый пол и подключить, собственно, массажную ванну. Провод я уже прокинул. Прокинул я его здесь, по подвалу. Потом я его вывел на первый этаж, в розетку. Использовал ее просто как... Ну, просто я все снял оттуда. Я просто это давно уже сделал, прям полгода назад, наверное. Снял розетку, снял коробку, притянул сначала на первый этаж, а потом притянул на второй этаж, когда ванны не было, там была открытая стена. Ничего сложного в этом нет. Пропустить провод. А сейчас я подключаю его в панель. Поставил я два автомата, два по 15. Да, провод 12. Провод держит до 20 А. Но я думаю, что нормально. 15 мне хватит. Теплый пол потребляет 4. Так что, если мне надо, там еще есть запасик. Ванна потребляет, по-моему, тоже порядка 6. Но я два отдельных автомата ставлю. На всякий случай. Показывал я это уже не раз. Два автоматика я воткнул. Причем вот так они снимаются, эти автоматы. Соответственно, вот те железные ноги живые. Панель у меня 240. То есть две фазы по 120. Приходит сюда. Водной автомат. Нейтрали разделены. Земля. Панель с QID фирмы. Вот так выглядят автоматы. Очень удобно. Они так называемый snap-on. То есть, не знаю, что панель живая. Я могу поставить автомат. И туда его просто раз-два. Все. Автомат стоит. Снимается тоже он легко руками. Без проблем. Все. Сейчас кабель завожу. Идать фазы. Тры-пыры. Ну вот, собственно, и все. Коннектор. Заземление тут я провел. Надо убрать. да я честно говорить не помню какой там пола какой ванна будет проверить сначала что там все безопасно наверху ну все закрываем и двигаемся дальше ставим что у нас тут да наверно сели билы так ну что вот такой финальный результат хотел вам показать как смотрите как вам нравится я думаю что получилось очень классно серая красочка на стены белый потолок белая вокруг окон и все покрасили все прибрали вот так вот выглядит при натуральном таком вечернем освещении можно сказать все это дело тут мы пока оставили газеты потому что мы будем еще красить столешницу докрашивать вторым слоем не стоит сообщить сами ящики вот электрику надо сделать все это сделать на технику сделать но это все будет уже следующая серия так пока вот небольшой промежуточный результат не знаю сколько будет серии вообще во всем этом мероприятии я скорее всего будет серия заключительная все это длится уже слишком долго кар дольше как обычно чем ожидалось при за полу потому что подать ему шесть дней не хотели это делать но пришлось только что мы заказали свидетельник новый и он примерно через неделю вот так что все если вам понравилась серия про ремонт и пишите в этом комментариях как всегда ставьте лайки и увидимся в следующем видео пока